ну это уже как следствие повышение температурального давления вот естественно происходит еще одна интересная штука с точки зрения психосоматики мозг начинает искать варианты большего доступа кислорода на нервной почве отражается тем что человек начинает двигаться как в панике потому что для мозга потерь кислорода это переход к состоянию смерти панические состояния и атаки могут просто от этого очень сильно зависеть простейшая форма перегиба шеи то есть наше отношение к самому себе может вызывать вот такие проблемы теперь идем дальше вот смотрите 27 андрей микрофон не слышно микрофон смещение челюстной коробочки челюсть челюстной сустав сдвинулся вниз и придавил как раз любимый троичный нерв а также головной сосуд и что происходит шум в ушах очень сильные писки шум в ушах вот еще один подарок следовательно мы сами себе можем помочь либо сами себе можем навредить наши уличения могут быть либо хорошими либо плохими идем дальше смотрите вот здесь показаны внутренние органы вот это вот положение это 6 и 9 это это привязки это позвоночник форма позвоночника вот смотрите сюда микрофон идёт до нижнего нижней части ребер это называется как раз именно грудной отдел один из самых серьезнейших отделов связанных со здоровьем нашего сердца и легких так вот смотрите он оказывается не только связанных с сердцем и легким он очень привязанных внутренним органам потому что у нас есть позвоночник и нервные колешки вегетрина нервная система которая полностью воздействует на внутренние органы имеет полную привязку следовательно вот смотрите берем самые простые вот t6 и t9 это вот наша внутренняя часть смотрите геофрагма и желудочек видите самое интересное что они действуют на основу желудка если наш животик простите позвоночник наш вытянут и таз ушел вниз у нас всегда постоянно несовременное желудка и простейшая штука называется панурс а знаете почему желудок приподнялся он не может нормально переваривать пищу и разбрасывать быстро кишечник что происходит мгновенный выброс все элементарно вот вам позвоночник идем дальше смотрите это у нас чудесная почечка видите т6 т8 что происходит при т6 т8 ой селезенка да что происходит при т6 т8 когда наше тело опускается вниз селезенка придавливается она сдавливается что происходит при этом кто не знает нарушается в первую очередь внутреннее кровотечение это первое нарушается внутреннее кровообращение и сношение полосу внутренних органов кровью тогда селезенка перестает ее качать и что она делает ссыхается что происходит знаете мы получаем очень длинный сильный приступ в левой стороне нас начинает сжимать то есть фактически происходит приступ стягивания селезенки как только стягивается селезенка приподнимается почка и мочевой пузырь и мы получаем дальнейшие виды заболевания отсюда связаны вот нарушение полностью как раз поработает почек и мочеполовой системы то есть когда мы что-то смотрим делаем и думаем об этом то есть не всегда полезно сделать то что нам предлагает цивилизация не всегда это полезно довольно опасно